Физкульт привет! В эфире спортивное обозрение. Это программа о спорте и здоровом образе жизни. И сегодня я бы еще добавил о небольшом обмане. Ну вот врать не буду. Дело в том, что когда вы смотрите нашу программу, меня еще в Нижнем Новгороде нет. Но тому есть уважительная причина. Все дело в том, что конкретно в понедельник я еще буду только садиться в поиск в Санкт-Петербурге. Ну а в Северную столицу мы отправились не ради праздного любопытства, а все ради того, чтобы лично поболеть за наших, за шестерых нижегородцев-картингистов, которые пробились в финал чемпионата России. Точнее сказать, пока еще в финал Запада России по любительскому картингу. Все подробности сего чудесного действия смотрите на нашем канале в программе «Спортивное обозрение» уже 11 июня. Ну а прямо сейчас о главном событии выходных. Да что там выходных, о главном событии даже не года больше. Все дело в том, что в Нижнем Новгороде, в Нагорном дворце спорта профсоюзов впервые в истории прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Я бы сам с удовольствием рассказал бы вам об этом замечательном турнире. Но есть у нас один корреспондент, который эту съемку просто никому бы не отдал. Так он любит художественную гимнастику и Елену Посевину в частности. Александр Быков. О спорте, как об искусстве. Гимн России звучал постоянно. Наши спортсменки в Нижнем Новгороде завоевали почти все золото. Пожалуй, самая интересная часть чемпионата – индивидуальное многоборье. Пять предметов, пять выступлений. Фаворит Евгения Канаева подтвердила. Она главная надежда России на предстоящей Олимпиаде. Безоговорочная победа. Но расслабляться Евгения не собирается. Надо еще увереннее, еще точнее выполнять. Но для этого есть еще время. И, в принципе, на сегодняшний день я, конечно, очень рада и довольна, что мои тренеры все довольны. Приятно удивила Александра Меркулова. 16-летняя дебютанка чемпионатов Европы стала второй. Она уступила только Канаевой и сделала огромный шаг к Олимпиаде в Лондоне. Я безумно рада. Жене все равно. Жене нет равных. Но я буду стараться к ее уровню. Конечно, проведение европейского чемпионата именно в Нижнем Новгороде трудно переоценить. Тем более, что это всего третий чемпионат в России. До этого дважды турнир проводился в Москве. Организация не подкачала. А трибуны вообще заслуживают отдельных слов. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Посевина говорит, болельщики приятно удивили. У нас зрители доброжелательные. То есть у нас даже вот если одна гимнастка уронила, они поддерживают и хлопают до конца упражнения. То есть это чувствуется атмосфера дружелюбия, гостеприимства. Это очень дорогого стоит. Это приятно и выступать и гимнасткам из любых стран. Причем болеть не только за наших, да, девочек, но и из других стран. Но своих, конечно, поддерживали так, что уши закладывало. Всего наши спортсменки завоевали семь золотых и одну серебряную медаль. Еще одно золото уехало в Белоруссию. Чемпионат Европы завершен. Спортсмены и специалисты отмечают, он стал генеральной репетицией Олимпийских игр. Все сильнейшие выступили в Нижнем Новгороде. Что же касается состава сборной России, то его объявят после этапа Кубка мира в Минске. Александр Быков, Михаил Городников, Сергей Пермовский. ННТВ. Самый продолжительный сезон в истории российского футбола закончился, но он оставил после себя очень много вопросов. Еще больше вопросов сейчас возникает в связи с сезоном будущим. И особо этот сезон тревожит болельщиков футбольного клуба Нижний Новгород, которые опубликовали открытое письмо на одном из популярных городских форумов. Они просят людей, ответственных за сохранение клуба, цитата, «не убивать команду». В письме говорится, что сейчас многие дети уже копируют финты Ваганова и Черевка. Также в этом письме и дается ответ на, ну, пожалуй, самый популярный вопрос. Зачем городу футбольный клуб Нижний Новгород, когда у нас есть Волга? Болельщики спрашивают, а зачем тогда городу столько библиотек, столько театров? Ведь у клуба Нижнего Новгорода есть уже свой болельщик, который с команды с самого начала, со дня основания. И добавим, что решение по клубу пока не принято, но на днях Нижний Новгород прошел лицензирование. И сейчас снова имеет право выступать в первенстве футбольной национальной лиги. Ну а сейчас пора перейти к новостям спорта, которые, к сожалению, с наступлением как календарного, так и температурного лета становится все меньше. Тем не менее, нам все равно, есть о чем рассказать. Например, в Нижнем Новгороде впервые прошел открытый чемпионат по чирлидингу. В соревнованиях принимали участие 17 команд, причем возраст участниц был абсолютно разный. Самый младший – 2 года, самый возрастной – 37 лет. Напомню, в январе этого года появилась областная федерация чирлидинга, и он теперь признан официальным отдельным видом спорта. И вот, наконец-то, коллективы групп поддержки смогли проверить свои силы. В этом выступлении, конечно, нет ни синхронности, ни отточенности движений. Просто участники слишком молоды. Одной из них нет и трех лет. Зато они точно победят. В категории «Бэйбики» всего одна команда. А в целом в турнире участвует 17 коллективов, причем фаворитов нет. Вот то, что я сейчас видела на репетиции, практически половину команд на одном уровне. Поэтому назвать фаворит я не могу. Это первый фестиваль чирлидинга в Нижнем Новгороде. Вообще видом спорта он стал всего-то в январе, когда появилась федерация. Но уже здесь 200 участников. Команды разные – от 4 до 25 человек. Причем многие не знают свою реальную силу. Опыта соревнований маловато. Сама первый раз в чирлидинге выступаю. Вот. А потом привлек все, чтобы просто выступить с командой. Волнуешься? Нет. У нас руководитель узнал о новой номинации и решил поставить танец. Кстати, без призов не остался никто. Правда, гран-при всего один. Первый открытый фестиваль чирлидинга завершен. И можно быть уверенным, он станет традиционным. Желающих заниматься этим видом спорта предостаточно. В Нижегородской области на минувшей неделе прошли чемпионат и первенство по спортивному ориентированию. Очень сложная трасса была проложена примерно в 20 километрах от Ворсмы. Прямо в лесу. Но, собственно, выбор места для проведения столь крупного турнира не случайен. Ведь именно наши спортсмены, нижегородцы, сейчас входят в число сильнейших. Причем не только в России. На нижегородца Павла Старкина возлагают особые надежды тренеру национальной сборной по спортивному ориентированию. И это не случайно. Павел показывает прекрасные результаты в составе юниорской команды. И уже в первый день всероссийских соревнований по ориентированию сумел пробиться на первенство мира. В эти дни Нижегородская область принимает чемпионаты первенства России по спортивному ориентированию бегом, который собрал солидный состав участников. И ваша спортсменка здесь, Светлана Миронова, она в составе команды в эстафетной гонке завоевали золотые медали. То есть стал чемпионкой Европы. Поэтому здесь одна из сильнейших спортсменок мира. А вообще раздав участников? Здесь много. 37 регионов. Основная сборная на 50% уже сформирована. То есть они уже получили лицензию на европейском чемпионате. Ну а здесь добираются еще несколько спортсменов. В Жегородском ориентировании в этом году исполняется 55 лет. То есть далекие 50-е годы прошлого века состоялись первые соревнования по ориентированию. Юбилей. И Федерация России решила получить на проведение чемпионата России. И очень правильно сделала. Потому что здесь отличный район для проведения соревнований. Новая карта нарисована. Интереснейший район. И мы посвящаемся нашему юбилею. Участникам соревнований по ориентированию надо как можно быстрее преодолеть прописанную трассу за короткий промежуток времени. У каждого спортсмена есть компас и карта с маршрутом с указанием пунктов контрольных отметок. На них участники при помощи специального датчика фиксируют прохождение точки и продолжают движение к финишу. Также они должны уметь не только быстро бегать, но и грамотно ориентироваться в незнакомой местности. Отметим, что именно Нижегородская трасса является одной из самых трудных в России. Наверное, оттого именно нижегородские спортсмены сейчас выходят на лидирующие позиции. Например, Павел Старкин. Он на Нижегородском этапе был недосягаем для соперников на дистанции 5700 метров. Благодаря чему и отобрался на первенство планеты. Надеюсь, конечно, занять какой-то результат нормальный. Место в пятерке – это достаточно высокое место. Если я вдруг попаду в пятерку, то это будет невероятно здорово. Сам чемпионат России завершится в среду двумя финальными забегами, по результатам которых будут определены абсолютные чемпионы. Добавим, что юниорское первенство мира пройдет в Швейцарии в июле. Вот только сейчас понял, что зря я, наверное, грешил на лето. Мол, и новостей мало, и рассказывать особо не о чем. А ведь уже ровно через неделю в Нижнем Новгороде состоится Всероссийский праздник «Паруса России». Прямо в акватории Волги с 11 по 12 июня пройдет бизнес-регата. Об этом нам сообщили организаторы соревнований. Наряду с опытными спортсменами, матросами на яхтах будут представители бизнеса, политики и даже журналисты. Всего в соревнованиях примет участие около 30 экипажей. Их ждут два гоночных дня. В каждом классе яхт будут определены победители. Праздник «Паруса России» проводят ежегодно с 2010 года в рамках Дня России. В прошлом году соревнования прошли в 98 регионах страны. Главная цель регаты – развитие парусного спорта в регионе. Требования к членам экипажей спортивных парусных судов, естественно, чтобы они однозначно выполняли команды капитана непререкаемо. Основное требование безопасности, чтобы несли спажилеты. Значит, если этот пункт будет нарушен, будут применяться жесткие санкции, вплоть до дисквалификации яхты. Я надеюсь, что мероприятие пройдет очень весело, бодро. Попробно нас порадует. Соберяется достаточное количество яхт и приличное количество участников, которые действительно будут работать и будут активно принимать участие. В основном, конечно, это то, что нас порадовала погода. В это время в акватории гон проходил постсекунду. Не бывает, чтобы было ясно в солнечном и вверх. Но и при любом году, я думаю, мы сможем обеспечить бодрость. Уже через несколько дней нижегородцы смогут приобщиться к удивительному, я бы даже сказал, к прекрасному виду спорта. А в конно-спортивном комплексе «Пассаж», что в Высоково, в Нижнем Новгороде, пройдут международные соревнования по выездке. Конный праздник международного уровня. С 7 по 10 июня в Нижнем Новгороде пройдет этап Кубка мира по конному спорту. В соревнованиях примут участие сильнейшие конники по высшей школе верховой езды. Приходите в комна-спортивный комплекс «Высоково». Вход свободный. Информационная поддержка. Телекомпания ННТВ. Мы в завершении программы. Очередные спортивные шедевры. На этот раз просто чумовые трюки в исполнении футболиста Рэми Гаяра. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok